Здравствуйте, я Тина Кандылаки, продолжаю разговоры об образовании. Сегодня моим собеседником будет инженер-математик, который закончил МГУ, философский факультет, специальность философ, преподаватель философии, также первое образование МИФИ и факультет кибернетики. Кто бы вы думали это у нас будет? Это Константин Алексеевич Крылов. Здравствуйте, Катя Крылов. Анатольевич, извиняюсь. Анатольевич, да? Ну, видите, интернет про вас врет и врет. Анатольевич. Я когда записываю, вы знаете, я потом после этого никогда ничего не путаю. Здравствуйте, Константин Анатольевич. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы ЕГЭ объективной оценкой знаний учащихся? Абсолютно нет. Я считаю, что ЕГЭ, это, извините меня, коррупциоемкая схема, которая нужна исключительно для того, если уж называть вещи своими именами, чтобы люди, или там молодые, допустим, люди, которые на самом деле не имеют этих самых знаний, могли легко и без хлопот за соответствующую взятку, приносимую родителями, получать высокие баллы. Вопрос. Но в советское время можно было точно так же подкупить комиссию и получить оценки. Разве в этом ответ? А в чем же еще ответ? Комиссию подкупать, во-первых, в советское время было несколько более сложно, чуть более хлопотно. Нужно было, что называется, работать с людьми отдельно, а здесь устроили, я бы сказал, службу одного окна. Но тогда и телефонов-то не было, понимаете? Это же все в сознании. Вот, например, вы были в Израиле когда-нибудь? Нет, не приходилось, хотя надо было бы. Надо было, то есть поедете еще. Вот в Израиле, если окажетесь, попросите, чтобы вам показали израильские школы и рассказали вам о едином государственном экзамене. Там есть, я не помню название этого знака, если в классе заметили ученика, который списывает, ему ставят этот знак на тетрадку. Это знак позора. И весь класс его порицает, потому что не надо обманывать ни окружающих, ни себя. Если ты не знаешь, лучше доучись, чем ты обманываешь и получаешь оценку, которую ты не заслуживаешь. Здесь же проблема не в форме, не в ЕГЭ. Проблема в сознании людей, которые своим детям или самих детей, которые пытаются списать, и им помогают. Разве не так? Такая проблема есть. Но ЕГЭ, к сожалению, облегчает, а не затрудняет этот самый процесс. То есть, уж если, извините меня, есть какая-то проблема, то нужно разрабатывать институты, которые эту проблему помогают решить, а не усугубляют ее. ЕГЭ, к сожалению, облегчает, на мой взгляд, то, о чем вы говорите. То есть, легкость получения и дачи этой самой взятки для того, чтобы ребеночек потом прошел, допустим, в ВУЗ. В этом отношении, мне кажется, ЕГЭ, может быть, это хороший инструмент, но не здесь и не сейчас. То есть, вы считаете, что это не социальный лифт? Ведь люди, живущие в самых отдаленных точках нашей страны, благодаря ЕГЭ, могут гарантированно приехать и учиться в Москве. В основном, это жители республик Северного Кавказа, которые эти самые ЕГЭ, как известно, покупают за деньги. Да с чего же вы это взяли? Вот спорила с Владимиром Тором. Рассказываю вам, с удовольствием и вам, и другим вашим коллегам покажу эти цифры. Количество абитуриентов Северного Кавказа с момента введения ЕГЭ, это известный факт, не увеличилось. Стобальники из Чечни – это миф, который очень усиленно раскручивается, их нет. В Чечне, говорят, опять-таки, я не видела, обязательно надо съездить и посмотреть. Во время госэкзамена стоят люди, которые охраняют правопорядок, и никто там ничего не списывает. Там принципиально подход руководства заключается в том, что если вы не можете сдать, не сдавайте, будете сдавать в другой раз. И очень средний уровень по ЕГЭ, показатели крайне средние. Возможно, сейчас так. Я не берусь говорить о том, чего не знаю точно. Тем не менее, и проступальников из Чечни и других республик, и прочие такие вещи, мифы или не мифы, но, скажем так, определенная основа для них, судя по всему, имеется. Да и главное даже не в этом. В любом случае, скажем так, я читал довольно много убедительной критики ЕГЭ от людей, которые, например, были преподавателями и педагогами в течение, допустим, 20 лет, и которые совсем не разделяют, скажем так, допустим, наших взглядов. Тем не менее, они все недовольны. Они считают, что ЕГЭ в той форме, в которой он сейчас существует, это инструмент исключительно коррупционки. Скажите, пожалуйста, а мы хотим, чтобы при оценке знаний везде использовались единые подходы? Вы понимаете, что такое ЕГЭ? Это возможность человеку в Грозном, человеку в Твери сдавать один и тот же экзамен. Для этого элементарность знания русского языка должно быть одинаковым. Это единый подход. Понимаете, да, о чем я говорю? Я опять-таки думаю, что единый стандарт образовательный действительно важен, конечно же. Но он должен задаваться не финальной точкой, а всем процессом. То есть, условно говоря, нужно хорошо учить. И хорошо учить по единой примерно схеме. Смотрите, Костанин Анатольевич, есть там 36 часов. Мне очень много пишут из республик о том, что в некоторых школах, где педагоги, директора настроены на то, чтобы, например, количество часов татарского или башкирского языка было больше. Это серьезная проблема. Но я всегда этим родителям отвечаю и говорю. Вы понимаете, на выходе они все равно вынуждены будут хорошо учить ваших детей русскому языку, потому что надо сдавать ЕГЭ. Как с этим? Я думаю, что важно не то, как они сдадут ЕГЭ. Даже на самом деле важно не то, насколько хорошо они, допустим, знают русский язык. Как ни странно, будучи националистом, я не считаю так уж обязательным, чтобы каждый башкирский школьник обязательно знал русский язык в совершенстве. В конечном итоге у них есть своя башкирская культура. Тут скорее другое. На самом деле, давайте зададим себе вопрос. А зачем нам нужно, чтобы они знали русский язык, но как-то очень блестяще? Те из них, которые хотят, благодаря внутренней миграции, благодаря силам, которые они чувствуют в себе, и желанию двигаться дальше по стране? Совершенно правильно. Так вот, я думаю, что люди, у которых действительно есть силы и желание пробиться, которые хотят, допустим, поехать в Москву, выучиться в хорошем вузе и стать, условно говоря, профессором, они русский язык выучат, так или иначе. Точно так же добавлю, например, как по всему миру, дети учат английский язык, потому что хотят, допустим, поехать в Соединенные Штаты и там выучиться. Смотрите, вот ваш коллега Владимир Леонидович вообще мне предложил, он сказал, что давайте всех будем принимать в высшее учебное заведение, после первой сессии отсеивать, а если они захотят ее вторично сдать, брать за это деньги. Как вы к этому относитесь? Я знаю, что такая точка зрения довольно распространена в основном среди преподавателей. То есть я много раз слышал о том, что давайте делать именно так. Значит, могу сказать, что если бы не чрезмерная перегрузка первого курса, скажем так, это был бы неплохой способ реального отсева. Вот скажите мне, пожалуйста, а вы за отмену ЕГЭ? Скорее да, но при этом для того, чтобы отменить ЕГЭ, нужно четко понимать, на что мы его хотим заменить. Ну, на старую систему. Я думаю, что тоже нет. Скорее всего, необходима какая-то широкая общественная дискуссия по этому поводу, при этом с большим участием реально работающих в образовательной системе людей. Сейчас, к сожалению, такой дискуссии не ведется. Есть вяло текущие разговоры на уровне, там, я не знаю, какой-нибудь школьной газеты, где время от времени печатается что-то за и против. Но это не осознанно как общественная проблема. Хорошо. А на самом деле она должна быть. И должны, и люди должны предложить, более того, я замечу даже сильнее, политические партии должны предложить, скажем так, в качестве элемента своей политической программы образовательный блок. А никто не предлагает. Я как раз про это и хотела с вами поговорить. Я ни у одной партии не слышала, помимо коммунистов, где Смолин очень четко предлагает альтернативный закон по образованию и, соответственно, имеет абсолютно альтернативную точку зрения на то, что сейчас происходит в образовании, ни у одной другой партии я этого не слышала. То есть у меня конкретные вопросы. ЕГЭ оставляем, отменяем, повышение оплаты учителей изменит ситуацию в школе, от этого учителя станут более молодыми, качество образования повысится. Вот очень простые прикладные вещи, на которые я хочу услышать ответы. Вот я вас спрашиваю, как вы считаете, оплата труда, ее же сделали выше, чем она была до этого. Она достаточная для того, чтобы в школе работали квалифицированные специалисты? К сожалению, одними деньгами, это я могу сказать точно, вопрос не решается. Дело в том, что на самом деле человек, который выбирает тот или иной жизненный путь, он выбирает не только деньги, которые ему заплатят в следующем месяце. Он выбирает нечто большее. По крайней мере, три компонента есть. Это деньги, это социальный статус в глазах общества, что очень важно. Есть уважаемые профессии, есть профессии менее уважаемые. И, наконец, расчет на будущее. То есть вы считаете, что проблема в том, что эта профессия неуважаема сегодня в обществе? Значит, я скажу так. Существуют инерции, инерции 90-х прежде всего, когда, скажем так, так называемые бюджетники стало почти ругательным словом. Ну и не забывайте о том, что в школу шли по остаточному принципу троечники. Совершенно верно. Так вот, более того, сейчас основной контингент людей, работающих в школах, это, скажем так, либо старые еще советские выучки учителя, которые, с одной стороны, конечно, помнят, что корову через яд не пишут, но которые, с другой стороны, скажем так, все их подходы остались на уровне 70-х годов. Крепкие тетеньки, на которых, с одной стороны, многое держится, но ей вперед двинуться нельзя. С другой стороны, те самые по остаточному принципу. То есть люди, по большому счету, для школы случайные, откровенно говоря. И, наконец, вот сейчас пошли совсем молодые, новые. В отдельных регионах, при отдельных мотивационных условиях. Их не так много. Я езжу и смотрю. Именно. Их реально мало. Я же тоже знаю. В Татарстане, например, они появились 25-летние директора, 24-летние преподаватели. Ну да. Вот мои девочки учатся в школе, где сменился директор на относительно молодого, который, что называется, начал перетряхивать систему. Это, который в третьем классе ваша дочь? Да. И которая в пятом. Скажите мне, а вообще вам нравится, как им преподают? Вы с ними уроки делаете? Уроки я с ними, конечно, делаю. И мама с ними уроки делает. Я могу сказать так. Мне не нравится, как им преподают. Причем претензии у меня не к учителям. А прежде всего к школьной программе и самой подаче материала. Математику делаете? Математику мы, естественно, делаем. Я долго, что называется, пытался пробиться через то, что у нас сейчас называют учебником. Учебники чудовищные. Я их сам иногда не понимаю. Могу сказать вам солидарно с вами. Я сама их не понимаю. Так вот, я очень хорошо помню, как портились учебники. Я помню, как я еще учился по относительно пристойным учебникам математики, допустим, в четвертом классе. А в пятом, допустим, у нас внедрили учебник геометрии, от которого у детей, что называется, раскалывались головы, потому что они не понимали, что там написано. А то, что сейчас, это, извините, вообще ужас. Есть разные системы образования, которые были приняты Владимиром Лениным, той же немецкой Германии, периода Гитлера. Например, он считал, что самое главное – это развитие воли и, соответственно, физическое развитие человека в этом смысле, развитию воли и укреплению воли способствовало. Может быть, имеет смысл. Опять, я спрашиваю вас, потому что национализм всегда у меня и у многих людей, которых я знаю, ассоциировался с таким уклоном немного фашизма, что давайте вот здесь мы воспитаем сильных духом людей и, в первую очередь, сделаем их сильными физически. Вот вопрос, может, физкультурой стоит заняться, тогда и рано вставать будет, тогда и убирать за собой будет. Или вы против этого? Хотите, скажу, что, на мой взгляд, действительно нужно современным детям, и прежде всего русским детям, добавлю. Нет, физкультура, конечно, вещь замечательная, я сам в свое время там занимался, но не в этом дело. Сейчас самое главное – это следующие вещи. Первое. По большому счету, необходимо было бы перестроить, скажем так, гуманитарную сторону с пассивной чтения и сочинения, как единственная форма отчетности, на активную, прежде всего, риторика. Дети должны уметь говорить. Это самое важное. Условно говоря, сейчас современный ребенок, особенно, опять-таки, русский, выходит из школы, по большому счету, не умеет делать следующих вещей. Отстаивать свое мнение, убедительно демонстрировать свою позицию, скажем так, говорить перед людьми. Потому что все сидят в виртуальном пространстве и больше пишут, нежели говорят. Ребят, это Константин Анатольевич, понятно, но как же вы все время говорите, русские, русские? Вот смотрите, каждый четвертый подросток в столичной школе хотя бы раз в год участвует в конфликтах на национальной почве. Почему? Я вам объясню. Потому что в той же Москве, вы говорите, русские, русские, соотношение национальности среди нерусских учеников следующее. 22% у нас армяне, 18,5% евреи, 16% чеченцы, 14% татары. Зачем так сужать? Мне кажется, всем надо научиться разговаривать. Почему русские в первую очередь? Я не против. Просто, во-первых, я говорю о тех проблемах, которые лучше знаю. В смысле, вы имеете в виду своих детей? Не только своих детей, мне более или менее понятное, скажем так, просто как русскому, проблемы, с которым сталкивается русский подросток. У чеченского подростка, наверное, проблемы несколько другие. Он не менее понятен, и я за него не говорю. У русского подростка, или, как я все-таки считаю, у российского подростка, потому что у всех подростков это проблема, нет картины мира. Они не знают, что будет дальше и кем они будут дальше. Встречный вопрос. В нашем детстве было понятно. Можно было быть Гагариной, можно было быть Валентиной Терешковой, можно было бы хотеть стать Любовью Орловой. То есть и среди артистов, и среди музыкантов, и среди конструкторов, опять-таки, и среди огромного количества разного рода представителей профессии были свои герои, на которых советский школьник хотел быть похожим. На кого сегодня дети хотят быть похожи? Современный подросток, русский прежде всего, он действительно совершенно не понимает, как он будет жить дальше, что здесь вообще будет происходить, с кем идти, куда податься, не понять. Второе. Очень слабое понимание личных и групповых интересов при очень большом эгоизме, но эгоизме, я бы сказал, таком примитивном, на уровне «вот я сейчас хочу пойти и выпить пиво». Ну вот, и при очень слабом понимании того, что это пиво может обернуться ему боком. Это сейчас вы говорите вообще о подростках, не о русских. Нет, я говорю о том, что знаю лучше. Еще раз. Третий вопрос. Так вот, третий. Третий пункт. Я тут не случайно говорил об умении говорить, отстаивать свою точку зрения. Этому не учат в школе, а скорее отучивают. Учат слушать, но не учат, скажем так, выражать себя. Подростки сейчас изъясняются косноязычно, скверно. И самое плохое даже не в том, что они, например, говорят не литературно или не используют сложных слов, а то, что у них, к сожалению, куцые мысли, и они не могут. А как вы хотите? 147 было в Твиттере. Вы вашим дочерям разрешаете пользоваться социальными сетями? Твиттер, я считаю, вещь несколько вредная и раздерганная. Ну вот, а вот в Фейсбук, например, там... Девочкам разрешаете? В Фейсбук или в Live Journal они ходят. Ходят? Да, естественно. Ну вот, просто Твиттер это немножечко не то. Ну просто это 140 символов, отсюда и косноязычие. У тех, у кого не было литературной речи до этого. Ну, если уж на то пошло, то самая вредная вещь это чат. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Тут уже действительно прообразовательные проблемы. Опять-таки, отсутствие единой картины мира, потому что сейчас то, чем фарширует их головы, это вещи никак не связанные между собой. Ну, например, есть такая простая вещь. Если советский школьник был очень четко ориентирован на то, что есть две главные сферы знания, это с одной стороны математика, примыкающая к ней физика, и с другой стороны гуманитарки, это литература, то сейчас, например, у подростков нет никакого представления о том, что, собственно, вообще главное из того, что нужно знать. Отвечу вам. Главное сдать ЕГЭ. Ну да. Так вот, главное сдать ЕГЭ, причем сдать так, чтобы вот эти суки, которые его ввели, наконец от меня отстали. Пятый пункт. Существуют разного рода подростковые субкультуры, как правило, коммерческого характера. Откровенно говоря, ни одна из них не создана самими подростками. Мы это прекрасно понимаем. Вы имеете в виду Готов, например, правильно? Вот это все, да. Так вот. Но с другой стороны, общей молодежной культуры, как таковой, единой более или менее, в которую эти субкультуры бы входили, у нас сейчас нет. Все эти субкультуры намеренно заточены друг против друга. Они, скажем так, достаточно враждебны друг другу и нет ощущения того, что есть единое поколение. Так возвращаемся то ли к пункту 3, то ли к пункту 4. Проблема просто в том, вы правильно говорите, что людей не учат в школе разговаривать друг с другом на нормальном языке. Языке убеждений, но убеждений, связанных с аргументами, а не оскорблениями. Жалко, что мы долго говорить не можем. Я вынуждена наш разговор завершить, но у меня будет последний вопрос. Вот у вас девчонки дома, а если они через много-много лет приведут вам домой мальчика черноглазого, чернобрового и скажут, мама или папа, это Гагик Абрамян, хочу за него замуж, что скажете? А Гагик будет хорошо говорить по-русски. Вы знаете, когда это случится, тогда, наверное, поговорим, но я надеюсь, что до этого момента я сумею объяснить дочкам простую вещь. Бывают ситуации, когда можно привезти домой Гагика Абрамяна или, извините меня, какого-нибудь очаровательного японского мальчика. Есть ли это великая безумная любовь? Так вот, но, на мой взгляд, лучше все-таки сначала немножко подумать. Впрочем, точно так же, как и относительно, допустим, Вани Суралмаша. Так вот, нужно в таких случаях, когда ты выбираешь не только мужчину, с которым ты спишь, но и отца своих детей, думать о том, насколько он подойдет тебе, причем по всем параметрам, не только национальным, кстати говоря. В принципе, я считаю, что большая часть, скажем так, такого рода браков, это не я считаю, это даже статистика, они непрочные и кончаются они, как правило, довольно плохо. А я не хочу своим детям, чтобы их жизнь была несчастливой. Поэтому я постараюсь им объяснить до того, как вообще возникнет тема какого бы то ни было мальчика, некоторые вещи. Спасибо.